Коллеги, сегодня я вам хотел рассказать про фильтрацию порнографии в поисковой выдаче. План нашей лекции будет состоять из того, что из постановки проблемы я вам объясню, почему это актуально и актуально для всех. Расскажу про методики фильтрации самих страниц, про методики фильтрации запросов, и в конце расскажу про работу с изображениями. То есть почему эта проблема актуальна не только для поиска, но и в целом для всех приложений. То есть в поиске понятно — порно задают, порно ищут, то есть нам надо детектить. Есть всякие магазины приложений в App Store, во всяких Smart TV. Там стабильно очень любят писать топовые запросы. Типа вы заходите в поиск, вам выводят топовые запросы, и почти все сначала выводят там порнографию. Вот так, например, вот со Smart TV было, когда они запускались. Samsung, например, Apple Store, когда обновляли интернет-магазин, тоже наступили на эти грабли, что они новый магазин выпустили, порнофильтры, похоже, не прикрутили, и весь топ был забит всякий нецензурщиной. Эта проблема актуальна для соцсетей, понятное дело, потому что там все человеческие пороки проступают лучше всего. Все рекомендательные системы с этим борются, потому что в порнографию кликают, поэтому если ее рекомендовать, ее будут дальше кликать, и это замкнутый круг. Сайты с пользовательским контентом, как ни странно, тоже с этим борются. Вот, например, коллеги с Drive.ru обращались, насколько я знаю, к людям, делающим рекомендациями, с просьбой убрать, например, из рекомендаций все фотографии, где там женщины, полуголые женщины на фоне машин. Потому что они говорят, у нас сайт про машины, давайте вы не будете это показывать. Они такие, ну это же хорошо, клик, он говорит, не, ну мы же про машины, давайте машины будем только показывать. Так что, как ни странно, эта проблема возникает вообще в очень странных областях. Например, вот кто знает про ММО-игру LEGO? Ну вот, я так понимаю, не все знают. Была игра а-ля Minecraft, но с LEGO, все было в ней хорошо. Она была там для детей трех, ну понятно, для тех, кто играет в LEGO. Там пришли взрослые мужики и тетки и начали строить всякие нецензурные вещи в виде мужских и женских половых органов. И как бы, что вначале сделало LEGO? Ну и родители стали жаловаться. LEGO вначале ввело модераторов. Типа, вы не можете создать некую постройку, пока модератор ее не одобрит. Начали строить так, что модератор смотрит, вот слева, справа это похоже на дом. А вот с той вот горы, если посмотреть, это совсем не дом. В общем, где-то год они бились, они вложили огромные деньги в модераторов и в итоге закрыли проект, потому что они в итоге там сделали, насколько я знаю, так, что можно строить только одобренные строения из LEGO. Ну то есть, бред, это уже не Minecraft, ничто, а просто вы можете из виртуальных кубиков построить что-то из того, что уже одобрено. Так что, ну то есть, понятное дело, когда они запускались, им и в голову не приходилось, что у них будет такая проблема, что им нужны специалисты там по компьютерному зрению еще почему-то. И даже когда они поняли, была проблема, что, ну, готовых датасетов, трехмерных объектов из LEGO, ну, понятное дело, нигде нет. То есть, более очевидные вещи — это, например, реклама, потому что, понятное дело, любой производитель, ну, любой, кто загружает рекламу, он хочет получить хорошую конверсию. Какой самый простой способ? Поставить полуголую женщину, там, полуголого мужика на картинку. Чтобы модераторам это все не просматривать, тоже делается автоматизация. Ну и на самом деле проблема с порнографией есть абсолютно везде, где можно что-то запостить. Есть похожая проблема в англоязычном интерпретации «not safe for work» или «not suitable». То есть это любой контент, который вы не хотели бы или постеснялись бы смотреть на работе. То есть туда можно отнести все что угодно. Это может быть не только порнография, но и всякие нецензурные тексты, там, не знаю, какая-нибудь символика, оскорбляющая людей. То есть эта проблема тоже существует. Ее в поиске ей меньше занимаются, в каких-то там, ну, то есть если вы делаете детскую игру, для вас это будет актуально, чтобы не только порнуху, но и мат убрать. И вообще там расчлененку тоже, наверное, надо будет забанить. В чем проблема в поиске? Вернемся к нашим баранам. Вот задает человек вопрос. Неизвестно, что он хотел, но, наверное, он мог иметь в виду что-то не порнографическое. Но почему эта проблема для поиска? Казалось бы, ну, типа, ну, задал сам дурак. Но на самом деле, как бы, наверное, если поиск был один, этой проблемы не было бы. Типа, что дали, тем и пользуйтесь. Есть много других поисковиков, есть конкуренция. Поэтому если как бы те задают, а ты на любой запрос находишь порнуху, ну, это нехорошо. Это такая нулевая, так сказать, проблема. Ну, а на самом деле это нормы морали и приличия, а в современных реалиях это и всякие странные депутаты, которые бегают и жалуются на все, что не попадя. И в целом, ну, то есть это все равно риски для бизнеса, поэтому лучше не нарываться. И как ни странно, это негативно влияет на качество ранжирования ровно потому, что в интернете есть порнография про все. Соответственно, все равно обратная связь от пользователя очень полезный сигнал для поиска и зачастую наиболее полезный. Поэтому если вы будете показывать порнографию, ее будут кликать и вы научите поисковика, который ищет только порнографию. Не очень хорошо, вы потеряете долю, качество, потому что, ну, порнографию все умеют искать, а вот что-нибудь другое нет. Есть исследования британских ученых, которые опросили мужчин и девушек. Они считают, что вот на юношей порнография до 18 лет произвела воздействие на целых 93%, на девушек — 62%. Но это они исследовали в ключе того, что, типа, вот борьба с порнографией — это важно. Ну, на самом деле наша статистика говорит о том, что и мужчины, и женщины ищут абсолютно одинаково порнографию, но во всех соцопросах, где спрашивают голосом, почему-то статистика расходится. Так что на самом деле эта проблема актуальна… Ну, то есть как бы шутки-шутки, но эта проблема актуальна не только для, там, поиска. Например, вот у вас есть журнал, женский журнал с историями, не знаю, Эль Космополит, у вас есть та же самая проблема. Вы постите, там, статьи с сексуальным характером, их кликают, а вы хотите, я не знаю, там, продавать косметику, а никто не кликает на косметику — это неинтересно. Поэтому, может быть, вам надо как-то детектить, не знаю, нормировать такой контент. Какие варианты решения проблемы с порнографическим контентом? Ну, конкретно в поиске, например, есть асессоры. Люди, которым отдаются документы на оценку, они их размечают. Понятное дело, что мы не можем асессорам дать, там, 100 миллиардов документов проверить на порнографию, они очумеют, поэтому не очень. С другой стороны, вот, ну, на сайтах всегда существуют модераторы, редакторы. То есть вот, ну, если у вас коммерческое издание, у вас есть и редактор, который прочитает и скажет, ну, ну, ёпарас это, ну, это порнуха какая-то, ну, не надо такое выпускать, слишком перебрали. Есть модераторы в играх, модераторы в чатах. То есть тоже один из способов, когда мы привлекаем людей, чтобы они нам фильтровали. Вот, например, классную идею использовали одноклассники, как ни странно. То есть помимо того, что у них есть нейросетка, которая фильтрует откровенную порнографию, у них есть механизм, который, типа, вам дают случайные фотографии, а-ля там внутренняя игра. Вы оцениваете, есть ли там порнография, есть ли там просто неприятный контент и за это получаете какую-то внутреннюю валюту соцсети. У них этим, насколько я знаю, развлекается очень дофига людей, поэтому там реально соцсеть, которая модерирует сама себя. То есть они даже не платят. То есть вам не надо нанимать собственных редакторов. Вы запустили среди аудитории такую штуку, и аудитория подсела. То есть да, они зарабатывают внутреннюю валюту, ну, чего бы и нет. Но надо признать, не все так могут, и в целом людей на всех не напасешься. Поэтому чаще все-таки стараются использовать автоматические методы. Ну, самые первые — это черные-белые списки. То есть банально в поиски к вам приходят и говорят, забаньте всю порнуху, вы приходите, накидываете десяток регулярок и думаете, все, вот. Вот уже для начала неплохо. Большую часть мы скрыли. Дальше, ну вот даже так, черные-белые списки — это скорее по сайтам, да. А дальше вот блокируем по ключевым словам. Есть дальше различные системы рейтингов, и можете сказать, вот этот сайт имеет хороший рейтинг — это Википедия, на него ссылаются много с Википедии, будем показывать только их. Тоже неплохо, но мы оставим 5% интернета. Наверное, будет печально. Дальше уже идет классификация страниц, когда мы, да, используем какое-то машинное обучение, чтобы все страницы, которые есть у нас в индексе, отнести либо к порно, либо к непорно. Ну, а в действительности мы вычитываем некоторую вероятность и в зависимости от нее варьируем. Ну, а самое сложное — это классификация картинок. То есть лет 5 назад это вообще было сложно реализуемо в том плане, что не то, что не было методов. Были методы типа skin detection, когда по количеству кожи детектили. Скорее в том, что для поисковика, который обрабатывает 100 миллиардов картинок, припроцессить все эти картинки на CPU — это колоссальный труд. И мы тогда вместо того, чтобы качать, мы будем качать, потом 3 месяца обрабатывать, потом опять пытаться накачать новых данных. Где конкретно в поиске у нас встречается проблема с порнографией? Это запросы, это документы и сайты. Зачем нам детектировать порнозапросы? Не странно. Ну, для них, например, по порнозапросам не надо банить порно, а то все уйдут с вашего поиска, как ни странно. Также, например, вы, я не знаю, замечали — нет, но порнозапросы никогда не добавляются в саджесты в поиске. Ни в одном поисковике. Если вы будете что-то пытаться вводить порнографическое, тут же все подсказки исчезнут у вас. Вот студенты до этого мне рассказывали, что в истории своих страниц в Гугле они тоже не замечали некоторых порнозапросов, которые они задавали. Это тоже такая специфика. Ну и вот реально популярный кейс — это очень часто все поисковики куда-то транслируют свои топовые запросы, например, SEO-шникам. Вот лучше не отгружать SEO-шникам порношные запросы. Вот Google там тоже раз в год публикует какие-то тренды, какие запросы были самые популярные. Из этих трендов, ну просто очевидно, надо вычищать порнографию, потому что все вроде знают, но не надо показывать. Опечатки не исправляются в порнографии. И можно, например, прикрывать видео и картинки по таким запросам. Ну вдруг человек ошибся. Ну всякое бывает. Хотел другу послать, а скопировал в поиск, а сидит на работе. Ну лучше мы прикроем картинки, дальше уж кликнет и догадается, что там. Чем нам детектировать порнодокументы? Ну тоже очевидно, наверное, включая предыдущего. Чтобы не показывать, понятное дело, порно по непорнозапросам. Их можно иначе отображать. И как ни странно, это просто фактор для ранжирования, который влияет… То есть если страница там на 55% порно, мы не знаем, банить ее или не банить, но модель большая, можно что-то с ней сделать. Казалось бы, задача легкая. Все видели порносайты, выглядят одинаково, куча видео, куча ключевых слов. Фигня, вопрос. Вообще без проблем. Почему регулярка не решается? Откуда сложности? А вот сложности из вот этого вот добра после первого пункта. Потому что есть сайты эскорта, эротического массажа, просто массажа. Вам нельзя забанить все сайты с массажем, потому что есть там ортопедический массаж, детский массаж, еще что-то. Вы там тоже… Слово эротический тоже. Его можно, конечно, забанить, но мы останемся без половины женских и мужских журналов, Кинопоиск и всего остального. Тоже нехорошо. Магазины. На самом деле одно из самых сложных – это когда на сайте есть и порнографический контент, и не порнографический. То есть мужские журналы, сайты с фильмами. Вы не можете усреднить. Вы не понимаете, почему вроде хороший сайт, а 3-4 страницы как-то не очень. И на самом деле одна из тоже неприятных вещей – это порно-реклама. То есть, казалось бы, приличный сайт. Заходишь с каким-нибудь блокировщиком рекламы, думаешь, что все отлично. Убираешь его и ужасаешься. Это вот бывает, когда вы отдаете, например, страницы асессорам, они размечают, они специально сидят в чистом браузере, то есть как у пользователей. И пишут, типа, сайт отвратительный. Одна порнуха открываешь – нормальный новостной сайт. Потом отключаешь от блока и думаешь, о-о-о, этот чудесный баннер на полэкрана. Поэтому это вот тоже сложность большая. Притом с порно-тизерами. Но я дальше расскажу. Они, на самом деле, очень сложные в детекции. Соответственно, как обычно решают? Это приходит реально к вам начальник. Он говорит, забаню все, ты банишь по ключевикам. Потом говорят, а вот еще вылезают еще сайты. Ты сдаешь какие-нибудь списки плохих, хороших сайтов. Ну, можно плохих. Просто погуглил, по всем задал слово порно, взял там 10 страниц поиска, сказал, оттуда ничего не показывать. Ну, вот до какого-то… и ты решил проблему шире. То есть, если кто-то спрашивает что-то странное, эти топовые сайты все равно не вылезут. Но, сами понимаете, это такая задача немасштабируемая, потому что будут вылезать неприличный контент с приличных сайтов, потому что их не можешь забанить. Но, соответственно, дальше идет машинное обучение только в бой. Соответственно, как мы классифицируем документы? Мы зачастую выделяем какие-то характеристики, которые отличают порносайт от обычного сайта. То есть, ну, вспоминая там обычные сайты с видео, ну, вы можете посчитать количество там вставок JavaScript, количество картинок, количество ключевых слов специфических. То есть вы делаете такие признаки и обучаете модели под это. То есть основная проблема реально возникает вот с документами в серой зоне. Когда к вам приходят… вот тоже из практики проблемы. Есть сайт про нудистов-натуралистов. Вот его надо банить, не надо банить? Непонятно. А зачастую его надо банить в зависимости от того, реально сколько там такого контента. И сказать, что мы все сайты про нудистов баним нельзя. Вдруг там какие-нибудь статьи о том, как это полезно. Ну, вроде картинок нет, вроде как бы мало ли у нас ереси в интернете. Все не забанишь. И дальше возникает вопрос как бы вот теми признаками, которые вы разработали для порносайтов, такие сайты не отличаться. Там нет ключевиков, там нет кучи видео, там не предлагают бесплатно подписаться или еще что-то. Приходится дальше дорабатывать признаки. Почему сложна классификация запросов? То есть нужна она, чтобы понять, что показывать, а проблема зачастую в коротких запросах, потому что в поиске никто не пишет сложно подчиненно, что он хочет найти. Вот очень частый кейс — это вначале люди пишут видео, а потом пишут порно видео. Они надеялись, что мы догадаемся, что они по видео хотели найти порно. Думаю, мы не можем, потому что кто-то хотел не порно найти. И классификация запросов в этом плане реально сложная, потому что невозможно понять. Вот запрос «девушка с конем». Они хотят картину, они хотят кинематографический фильм, что они хотят, как они хотят. Вы не можете предсказать, а проблема реально, что короткие формулировки. Если бы он писал «хочу посмотреть порно «девушка с конем». Изич просто. Мы берем регуляркой и все решаем. Но никто так не формулирует. Поэтому это сложность. И третья проблема. Некоторые, даже многие из них содержат опечатки. У нас как бы многонациональная страна. В целом в интернете никто не занимается чистописанием. Поэтому если вы думаете, что вы написали регулярку порно и отсекли всю порнографию, нет, напишут «парно», «парно» и т.д. и т.п. Поэтому все видели, наверное, автоматических ботов, когда в чатах, в играх банят автоматический замат. Ну что, заменяем на собачку слово, заменяем еще на что-то. То есть интернетом пользуются те же самые люди. Поэтому если бы все было так просто. Основной источник данных у нас — это сам HTML-страницы, это логи запросов и поведение пользователей, это переформулировки запросов по типу «девушка с конем» и «девушка с конем картина». Значит, хороший запрос, наверное. Внешние каталоги в свое время, когда… Ну то есть мы делали порнодетектор еще лет 5-6 назад, то и больше. Как ни странно, каталоги были распространены, и даже были отдельно каталоги порно-сайтов. Они не скрываются, не стесняются, поэтому легко отобрать обучающее множество. Ну и различные каталоги типа ListMail.ru, LiveInternetRating. То есть оттуда можно было набрать хороших, плохих сайтов. Ну и в целом, как бы, если туда прошли модерацию — это неплохо. Рассмотрим подробнее классификацию документов для начала. То есть что у нас представляет собой документ? Это, по большому счету, у нас есть множество слов документа, множество меток и некоторые алгоритмы классификации, которые по словам и по меткам пытаются обобщить. Самый простой метод, который часто применяется к текстам, но и всегда первоначально все используют — это наивный байсовский классификатор. Подробнее про него я расскажу на семинаре, но вы проходили наивный байсовский классификатор где-нибудь? Да. Основная идея его в том, что слова не связаны друг с другом, и он построен на обычной логике, что если этих слов больше в классе порнографии встречалось, значит, они характеризуют документ как порнографический. Если больше в других классах, значит, как не порнографический. Как так? Какие недостатки у байсовского подхода? Он не учитывает разметку документа, то есть для него все слова равнозначны. И не учитывает разметку в том плане, что есть, например, JavaScript для байсовского классификатора, который смотрит на слова — это ничто. Он не учитывает значимость слов в title, url. То есть как бы если что-то написано в title, наверное, это больше говорит о документе. Тяжело составить правильное обучающее множество, потому что байский классификатор обладает свойством к переобучению, потому что он берет много признаков. Есть проблемы с редкими словами. То есть если вы неправильно выберете обучающее множество, вот, например, возьмете… То есть вот нам надо поставить классификатор порно-не-порно. Мы берем все порно-сайты, что нам взять в качестве не-порно-сайтов? Берем какой-нибудь каталог сайтов, обкачиваем его, и мы, например, скачаем сайты про садоводство. Вот у нас все слова про садоводство будут встречаться только в классе не-порно. И потом они будут однозначно обозначать, что документ не порнографический. Это неправда. И в этом плане проблема… Ну, то есть будет у вас какой-нибудь порно-рассказ, где будут слова там «картошку сажать», еще что-то, все, боецкий классификатор знает, что картошка – это 300% не порно, и он будет на этом лажать. Это вот к проблеме представления различных тематик и проблеме редких слов. На самом деле проблема различных тематик еще связана с тем, что боецкий классификатор работает на два класса, ну, в наивном предположении. А у нас, например, задача вот… То есть порно-рассказы – это один класс, фото- и видео-хостинки – это другой класс. Нам в идеале надо учить много боецких классификаторов на каждый вид порнографии. Ну и боецкий классификатор вам не поможет, если у вас нет слов. Какие еще подходы используют? Это различные метрические, когда выбираются образцы, то есть вы находите порно-сайт и не порно-сайт, а ты как-нибудь в онлайне сравниваете там по косинус-мере, еще почему-то по tf-idf-вектору, смотрите, этот сайт больше похож на порнографический или нет. Какие документы? Различные решающие правила, когда садятся аналитики и начинают писать, что если три раза встретилось слово «порно», пять раз слово «девушки», тогда забанить. Сейчас редко… ну, в порнографии это реже применяют, но все же. Регрессионные модели, SVM, деревья решений и нейронные сети. В общем, все стандартные подходы машинного обучения. Вот пример, например, где чудный боецкий классификатор лажает. Есть у Фазилии Искандера рассказ о Чике. Вот это слова, которые порно-классификатор логично считает сильно голосующими за порнуху. Ну, так составлен рассказ. То есть и боецкий классификатор в этом плане, как бы если рассказ состоит из порнографических слов, плевать, что на странице нет видео, нет картинок, нет ничего — это порнуха. И вы никак не можете в него… Ну, то есть можно, конечно, попытаться туда признаки допихать, но боецкий классификатор считает все признаки равноценными. Поэтому это хорошая штука, но ее надо дополнять. Трудный случай — да, это картинки. Вот боецкий классификатор считает, что это порнуха. А я — нет. А таких юмористов пол-интернета. И что делать, как бы, вот в социальных сетях? То есть это, ну, на самом деле, это имеет даже более-менее… Ну, в среде SEO-шников, например, называется кликбейтом. Когда заголовки пишут громкие, чтобы вы кликнули. Отличный заголовок, как бы кликайте, они получили свой переход, показали вам рекламу, все заработали. А вы негодуете. Ну и на самом деле самый сложный случай — это порнотизеры. В чем их сложность? В том, что… В том, что порнотизеры прогружаются JavaScript, вы не можете, не загрузив страницу целиком, понять, есть ли они на ней или нет. Казалось бы, неразрешимая сложность, потому что если мы будем прогружать каждую страницу на там стороне фетчера, мы потратим колоссальное время на обкачку интернета, а нам надо там регулярно перекачивать. То есть в том же Facebook там миллиард страниц. Если на каждую тратить не одну миллисекунду, а 10, мы будем в 10 раз медленнее качать, и все будет устаревать. Можно сэмплировать с сайта, но тоже как бы многие владельцы сайтов, но они могут так подстроить, что на части страниц будет показываться, на части не будет, и вы не угадаете. Но, как ни странно, с тизерами есть простой хинт, ну как минимум в свое время был. Порно-тизерных сетей немного, и они зачастую живут подолгу, ну потому что это в общем и целом бренд тоже некоторый. То есть если ты себе ставишь на страницу, ты лучше себе поставишь тех, которые уже давно платят исправно. Поэтому мы просто в свое время собрали там топ-50 там ведущих тизерных сетей и превратили их в признаки. Мы просто анализируем HTML-код и различными правилами выявляем, есть они или нет. То есть это вот к слову о решающих правилах. Вы смотрите, что там эта тизерная сеть вставляет всегда с такого-то поддомена, у нее в имени есть такой-то вот параметр, в котором ключик. Пишите правило, и у вас есть фича наличия такой тизерной сети. Как ни странно, очень хорошо помогло, и нам не пришлось замедлять фетчера. Ну а дальше уже добавляем различные данные. То есть часто урлы у порно-сайтов состоят из характерных слов. Мы считаем, сколько слов из наших там вот ключевиков пронушных встречается в заголовке и в киворцах. Ну вот тизерные сети, как я сказал, мы их можем просто перечислить. Ну и на самом деле самый сильный сигнал — это если на ваш сайт ходят по порно-запросам. Зачастую все-таки вы на такой трафик и рассчитываете. Поэтому вот стопроцентно работает, да, если на сайт переходит по запросу порно, при том, ну, самая простая евристика. Сколько раз там на сайт переходили по запросу порно? Если это больше там даже одной десятой процента от всех переходов, скорее всего, сайт порнушный. Проблема с этим только в том, что порно-сайтов тысячи, а на первой странице всего десять. Поэтому такая статистика есть там по десяти, по двадцати, по пятидесяти, но не по всем сайтам. Но это хорошо помогает вот на первом этапе забанить самых популярных. Ну, машинное обучение. Тут, соответственно, мы вернем все эти признаки и обучаем. В нашем случае используется градиентный бустинг на Oblivious деревьях. Небольшой датасет из 8000 примеров всего. То есть как бы 8000 примеров, отобранных руками. Ну, и знания накоплены несколько лет, в том плане, что всякие эротические массажи туда добавлялись, время от времени. Датасет из 8000 документов, а размечаем мы потом 100 миллиардов всего интернета. То есть маленькая выборка, но позволяет очень точно работать. Соответственно, как строилась модель и как, ну вот, надо будет вам в продакшене. Во многих фирмах это надо, так что велика вероятность, что вы с этим столкнетесь или, возможно, придете в фирму и скажете, нам нужен порнодетектор. Хватит это терпеть. Это вы строите базовый классификатор, вы находите его ошибки, вот типа там не детектив, массаж. Добавляете примеры, находите некоторые признаки, которые характерны для этих сайтов. Наличие телефонов. Вот для всех этих там эротических массажей и эскортов характерны телефоны. На сайтах там спорно видео, телефон никто не размещает, там некому звонить. Только если в поддержке. Ну, сейчас может и есть, но раньше вроде не было всех этих веб-чатов и тому подобных. Переобучаете модель, смотрите, ищите проблемы. За полгода-год наберете нормальное множество. Вот, например, в нашем случае какие признаки лучше всего работают. Как ни странно, боецовские, то есть предсказание боецовского классификатора – это самая сильная фича, но просто она дает там 0.9 качество, как вы убедитесь. А дальше порно-клики – это переходы по порношным запросам. То есть тоже шикарная фича. Кейворды, тайтлы – это наличие ключевых порнослов в кейвордах и тайтлах страниц в урле. Количество картинок и количество скриптов, как ни странно, тоже хорошие показатели, потому что эти сайты обвешиваются рекламой всем, чем только можно, по самые уши. И это горит не в их пользу. Какая у нас цель с запросами? Найти запросы не порнографического характера и запросы, которые в большей мере имеют порнографический смысл. Соответственно, по обычным запросам мы все фильтруем, по неявным взрослым запросам мы тоже хотим все фильтровать, потому что, как и говорил, порнография есть обо всем в интернете, и вот эта серая зона, она очень большая. То есть там сейчас по современным играм снимают порно. Если мы по Call of Duty будем находить не игру, а порнографию, ну клики пойдут, кликать будут, но это нехорошо. Хочешь порнографию — допиши сам. Call of Duty порно и ищи себе. Зачем нам еще порнозапросы? То есть по порнозапросам мы все показываем и не скрываем. Плюс есть еще один нюанс. Например, есть навигационные запросы, то есть когда человек ищет конкретную страницу, конкретный сайт. И здесь, например, фильтрацию порнографии тоже надо отключать. Если человек вбил, что он хочет найти там, не знаю, Саша Грей видео, то есть в целом оба запроса не про порнографию как таковой, но мы знаем, что по этому запросу всегда кликают там в ее фильмотеку на кинопоиске. Надо ее показать, значит, не надо ее банить, потому что… Ну что значит навигационные? Знаете, что там 90% переходов идут в один и тот же сайт или в один и тот же URL. Значит, все-таки надо показать этот сайт и URL. Это название порносайтов, которые сами по себе… Ну мы же не можем сказать, что они порнушные. Слово RedTube порнушное. Да нет, ну название сайта как название сайта. Просто не надо этот сайт скрывать. Есть извечная проблема с русским написанием. Был когда-то сайт Каштанка, ком или ру, я уж не помню, но один из крупных порносайтов. И на всех конференциях все долго воевали, что надо показывать порнографию или не надо. Вроде навигационный запрос. Никто не ищет школьную Каштанку. Мы проверяли, 95% кликов приходится в этот порносайт. Убираете его, CTR проседает, переформулировки растут. Но в свое время тут как бы волевым решением сверху сказали не надо. Вот Яндекс.Имейл не показывают, Google, например, показывает. Им как бы они не так этим заморочены. Как бы если все кликают в порнуху, ну почему бы им не показывать? Откуда они знают, что значит слово Каштанка? Для них оно ничего не значит. Набор букв. Соответственно, какой самый первый подход к запросам? Это списки плохих, хороших запросов. Притом сложно составить, потому что… Ну то есть списки, иметь в виду, прям берем и все возможные формулировки составляем. Берем 10 тысяч популярных запросов, отгружаем асессором. И надеемся, что они разметят. Они разметят запрос порно, начнут спрашивать порнушечку. Порево, порно онлайн, все что угодно. Поэтому не вариант. Вот прям явно запросы размечать совсем плохо. Есть вариант регулярные выражения. Казалось бы, проще. Составил регулярки, поискал. Но вот, как вы видите, снизу есть проблемы. Чебурашка, аэрофлот. Притом, вот здесь казалось бы, ладно, это не в начале слова, можно решить. А вот сложный вопрос, вам надо забанить индивидуалок. Проститутки любят себя называть индивидуалками. Казалось бы, какие еще запросы с этим словом бывают? Да никаких. Вбили в список слов «индивидуал» и «исчастливы». Оказалось, что люди ищут противогазы, которые называются средства индивидуальной защиты. И вы такие, о, как у нас, не знаю, там произошел какой-то там несчастный случай, взрыв где-то. Люди пошли это читать, гуглить. Смотришь, у тебя порнозапросы начали расти. Что за фигня? И, ну понятно, это перекашивает всю статистику. Это попадает в обучающее множество. Вы начинаете почему-то противогазы считать порнухой. В модели это тоже сложно понять, откуда у вас такие странные представления обо всем. Тем самым вы ухудшаете все признаки и выбиваете худшее качество. Хороший подход — это переформулировки, когда у вас есть статистика. То есть, вот как я говорил, человек спрашивает видео, смотрит на выдачу, смотрит, она ему не нравится. Он переформулирует порно онлайн. Мы понимаем, что человек хотел по предыдущему запросу. Здесь какой подход? Он простейший. То есть, вы считаете вероятность, что человек имел в виду порношный запрос как количество порношных переформулировок, n-reference, на то, сколько раз этот запрос задавали. В чем проблема? Проблема в том, что людям лень переформулировать иногда. Да не иногда, а чаще всего. И очень большое количество самого запроса, очень маленькое количество переформулировок. То есть, если вы вот здесь будете выбирать границу, по которой отличать, переформулирует запрос в порношный или нет, значения тут будут типа там 5%, 7%, 3%, 1%. То есть, если уже 1% раз запрос переформулирует в порношный, он скорее всего порношный. А в 99 просто человеку было лень. Он посмотрел, не нашел, ушел в другой поиск. Люди не так упорны в этом плане. Есть более надежный, то есть в чем проблема предыдущего метода? К вам приходят, задают какие-то оригинальные запросы низкочастотные, вы их не видели, их никто никогда не переформулировал, вы ничего о них не знаете. Это извечная проблема длинного хвоста, то есть что у вас там 60% покрывается популярными запросами, а 40% — это низкочастотка, по которой у вас нет статистики, и все эти методы не работают. Есть более простой подход, ну как, более универсальный, он не простой, он универсальный. По порнографическим запросам находятся порнографические документы и сайты. Что, если нам задать запрос, посмотреть на множество документов, то есть не на топ-10, а на все документы, которые поднялись из индекса, там, не знаю, на 100 тысяч, и посчитать процент, сколько из них порнографический. Вот эта штука работает сильно лучше. То есть если у вас по запросу 80% документов — порнография, то, наверное, 80% того, что ищут люди по этому запросу — это и есть порнуха. Поэтому и сам запрос порнушный. Это работает отлично за исключением многозначных запросов. По запросу мулатки, малолетки, бесплатное видео — 90% выдачи — это порнография. Но мы там по каким-то своим причинам морально-этическим считаем, что там порнографию не надо показывать. И вот как обходить этот подход? А, и в чем, кстати, одна проблема этого подхода? Проблема этого подхода в том, что он все равно основан на статистике, и он не обобщаем. То есть если… ну, кстати… Ну, на самом деле, изначально, да, мы считали в оффлайне эту статистику и потом загружали в базу. Сейчас мы считаем в онлайне. Это чуть сложнее, но это решает проблему еще лучше. То есть если вы на лету решаете по статистике, порнушный или нет, не поднимется не порнушный сайт. Отличная вещь. Вот в чем сложность, если вы считаете в оффлайне, и почему надо считать в онлайне? Есть запрос Саша Грей. Мы посчитали статистику по предыдущему месяцу, мы отлично знаем, что это порнуха. Все работает. Кто-то спросил Саша Грей и экзистенциализм. Вот, кажется, что не порнушный, ну, потому что мы не видели этот запрос. Мы не знаем, это экзистенциализм, это название фильма с ней или все-таки это философия про нее, что-то еще. Но… Она к ним выписала. Ну вот, да. А мы все баним. Вот. А если мы считаем в онлайне, то у нас все хорошо. Мы в онлайне посчитали. Если нашлась порнуха, ну, извиняйте. Если не нашлась, значит и не надо показывать. Как мы на самом деле целиком фильтруем? То есть как вся система работает? У нас есть небольшой словарь регулярных выражений. У него плохая полнота. То есть Саша Грей там нет. Мы не вписывали слово Саша как регулярку, по которой надо считать порнухой запрос. Но отличная точность. То есть если вы подобрали слова, вы уверены, что по этим запросам порнуху можно показывать, и они порнушны. Эти же признаки, то есть эти же 200 слов используются как признаки для машинного обучения. Как я говорил, мы проверяем, входят они в запрос, не в запрос, в заголовок, в URL, в ключевые слова страницы. А вот дальше сложное. Как мы решаем проблему с девочкой, секретаршей, мулаткой? Мы ослабляем некоторые слова рифемизмом. Как ни странно, их тоже не так много. То есть многозначные слова, которые часто используются в порнографическом контенте, но мы не хотим, чтобы по ним показывалась порнография. Что мы делаем? Мы берем запрос, например, мулатки видео. Ищем его вот в черном списке по регуляркам, не находим. Дальше мы считаем статистику. Сколько порнодокументов поднялось по этому запросу. Если поднялось мало, запрос не порнографический, как бы, нет вопросов. Если поднялось много, а мы говорили, что мы не хотим по мулаткам что-то показывать, что мы делаем? То есть мы видим, что по запросу мулатки видео поднялось много порноконтента. Мы вычищаем слова эфемизма. То есть у нас есть список, в который как раз там слово мулатки и входит. Вот скорее мулатки видео бесплатно. Вот мы выкинем из запроса слова мулатки видео и посмотрим, что останется. Если то, что осталось, является порнографическим запросом, значит показываем. Скорее даже, знаете, как мулатки, картинки. Вот мы выкинули слово мулатки, смотрим, по запросу картинки зачастую нет порнографии. Поэтому мы мулатки, картинки считаем не порнографическим. Но видите, тут надо вручную составить словарь этих эфемизмов. Но тоже может пригодиться, потому что без этого никуда. Вот таким методом мы добились хорошей точности, более низкой полноты. Притом надо заметить, что наличие слова порно и других ключевиков в запросе не обязательно говорит о том, что надо показывать порнографию. Надо показывать то, что релевантно. Просто не надо банить порнографию. То есть вот мы у себя, например, столкнулись с проблемой, что когда-то, когда начинали делать, мы пытались давать бонус, то есть по порнографическим запросам давать бонус порнодокументам. Это плохо, потому что вот была проблема с противогазами. По запросам про противогазы мы давали бонус индивидуалкам. Вот лучше так не делать, потому что если у вас есть цельная формула, там, matrix.net, там, gradient.3, все что угодно, она сама учтет, есть текстовое ранжирование, она учтет просто не надо давать бонусы, если где-то будете делать порно, оно само пролезет. Не надо ему помогать, оно везде нормально пролезает. Ну и проблема с навигацией, что, да, не всегда по порнографическим навигационным запросам. В выдаче много порнодокументов, и вот тут возникает вопрос, как бы, как определить, что порнодокумент надо все-таки показать в порнухе. То есть надо накопить много статистики, чтобы знать, что все на него хотят перейти. Вот интересный график — это красная линия — это сколько процентов запросов мы по регуляркам определяем как порнографию, а зеленый — как по статистике по выдаче. Вот кто знает, что это за пики? Есть идеи? Это график по дням, неважно за какой год. Почему он так странно выглядит? Выходные? А, блин. Да, это выходные. Это суббота, это воскресенье. То есть как бы вот выходные на процент больше еще. То есть на 20% больше еще порнографии от скуки. Вот надо заметить, видите, что регулярки нам срубают основную часть. Еще всего 0,7% нам дает вся вот наша магия. Это переформулировки, это статистика по выдаче, но они очень нужны. То есть это числа в количестве сдаваемых вопросов. А надо понимать, что там, не знаю, 1% всех запросов — это просто запрос порно. То есть просто вот в поиск 1% от всех запросов — это запрос порно, который много раз задают. А теперь самое интересное. Сейчас все актуальнее общение картинками без текстов, всякие снапчаты, инстаграмы, социальные сети, в которых не все пишут, что они выкладывают порнуху, а просто выкладывают фоточки. Поэтому надо учиться работать с фотографиями. Это проблема, когда мало текста. Либо текст не имеет отношения к картинке, потому что вот выложили вам картинку и написали на ней «смотри чё». И вот что это вам говорит о картинке? Там голая женщина, там милые панды, там что-то еще. Ничего этот текст вам не говорит. Если там написано чё, то по-любому надо. Ну надо, но у вас вопрос порнуха — это или нет? А это не факт. Основной подход, который использовался раньше до появления нейросетей, до активного развития нейросетей, появились они давно, — это skin detection. Идея тоже проста. Люди посмотрели порно, подумали, чем отличается порно от обычного видео. Там много голых людей. Вот давайте считать, какой процент открытой кожи есть на картинках, сэмплировать из видео. Работает отлично? Ну как отлично? Это работает, но полнота и точность там 0,8. Если какой-то сложный сюжет, вы уже начнете сомневаться. А на самом деле большая проблема, надо понимать, это ошибки второго рода, когда вы не порно относите к порно. Вот кто-то выложил видео там, как мама купает маленького ребенка. Вы такие забанить и забанили полуодноклассников. Ну как бы нехорошо, люди обидятся. В некоторых сайтах, ну реально там есть детские сайты, они себе поставили, у них все забанилось. Либо кто-то вот, ну из практики была проблема, есть там милая фоточка, мальчик и девочка держатся за ручки там в виде сердечка, все дела. Там только кожа на картинке. С точки зрения этого подхода, это порнуха. Даже с точки зрения плохо обычной нейросети, это была порнуха. Поэтому, видите, тут очень сложно, как всегда, подобрать обучающее множество и учесть все нюансы. То есть пока мы не начали заниматься, ну кто мог подумать, что детские руки это как бы вот, что их постят в интернете. Соответственно, дальше все подходы основаны все-таки на нейронных сетях. Самый простой способ — это мы берем сверточную нейронную сеть с конволюциями какую-то, размечаем обучающее множество порно-непорно, строим классификатор. Кие сложности — это набрать обучающее множество, потому что, как я вам говорил, для контента мы его набирали несколько лет, вот сэмплируя эти примеры. Вот если вы сядете набирать множество картинок, у вас будет та же проблема. Забудете про детишек вне порно — все, косячит. Забудете еще про что-то, что даже мне не пришло в голову, и с чем мы не сталкивались — опять же будет косячит. А вы, то есть вы тоже понимаете, вы это отдаете там заказчику либо своему начальнику, он приходит, тыкает туда и находит. На третий раз он к вам придет и скажет, ну что это такое? Ты что, не можешь сразу нормально сделать как бы? Это сложный подход и плюс… У вас же идет курс нейросетей сейчас? Нейросеткам нужно большое обучающее множество, если обучать их с нуля. То есть вот эти 8000, которые мы разметили, вы никакой VGG и резнет с нуля не обучите. То есть там 3-5 слоев конволюции может быть обучить и больше нет. Поэтому логичный подход — это давайте возьмем уже обычную нейросетку на иммажинете. Не будем мучить нейросеть, чтобы она выделяла контуры, еще что-то. Пусть она учится главному. То есть она выделяет какие-то высокоуровневые объекты, которые говорят уже про порнографичность. Здесь как бы также берем тоже обучающее множество, но у нас есть шанс дотюнить сетку. То есть она уже хорошо обычно выделяет визуальные фичи, и мы просто ее тюним не отличать кошек, собак, машины, бананы, еще что-то. Мы можем ее отличать порно от не порно. Казалось бы, на предобыченном иммажинете это можно сделать. Как нам набрать больше картинок? Мы можем взять наши порно-запросы и не порно, кластеризовать их как-то, поделить на два класса, найти документы, которые находятся, и из 8000 набрать 800000 картинок. А как ни странно, обучающее множество всегда хорошо играет. То есть если мы вместо 8000 добавим 800, мы на халяву получим 2-3% качества. Ну, дальше это только добавить еще тексты и весь остальной контент к обучающему множеству. Тогда качество еще больше улучшится, потому что… Ну, сами понимаете, если на странице есть там слово порно, то зачем нейросети производить какие-то хитрые манипуляции, что-то еще делать? Она может взять, то есть сигналы, которые идут от текста, и тут же по ним понять, что порнуха и все. Тем самым она вот этот вот ресурс нейросети будет тратить на сложные кейсы, когда по текстам невозможно понять. Ну и бонус-трек на самом деле. Товарищи из Yahoo где-то с полгода назад выложили нейросеть, которую они используют для классификации порнографии. То есть они не выложили обучающее множество, но выложили саму сеть. И, как ни странно, при помощи этой сетки можно нарисовать их обучающее множество. Но вот нашлись любители, которые… Все, наверное, слышали про призму, про… там вышли еще артисты, винчи, которые позволяют картинки из одного жанра преобразовывать в другой. Их идея, ну, заключается в том, что если на пальцах, что вы берете картину, какой-то рисунок, берете художника и хотите, чтобы эта картина имела такие же там скрытые свойства, как вот стиль художника. Здесь что сделали ребята? Они взяли ImageNet, развернули его обратно и вот, например, нарисовали вулкан. То есть они сказали, давай ImageNet нарисуй, какая картинка приведет к максимальной активации нейрона, отвечающего за вулкан. Они нарисовали вулкан. Отлично. А потом они думают, а давай нарисуй нам порнографический вулкан. Они взяли две сетки. Они взяли ImageNet, взяли их ушную сетку, которая детектит порнографию и сказали, мы хотим получить картинку, которая с одной стороны идеально похожа на вулкан, по мнению одной сетки, а по мнению сетки, детекающей порнографию, она идеально порнографична. Вот, соответственно, получился более многозначительный вулкан, как можно заметить. Так что причины, почему она таким получилась? Правильно обучилась сетка здесь, то же самое, только с музеем. Это просто музей, а это порнографический музей. Так что, на самом деле, нейросети открывают очень широкий простор для фантазии. И если вы обучите эту сетку, не знаю, еще на чем-то, то можно… Вот так сходу я, конечно, не знаю, что еще можно. Ну, видите, как переносят стили, так же переносятся и другие свойства картинки. То есть вы можете перенести свойства, похожие на Рембрандта, а можете перенести свойства, похожие на порнуху. И сетки это уже умеют делать, поэтому то, что раньше было вообще непредставимо. То есть то, что школьнику в пятом классе он легко любую картинку превратит в порнуху, раньше никакие автоматические методы не умели. Сейчас мы доросли до уровня пятиклассника или шестиклассника. Но надо понимать, что это бесплатный шестиклассник вам. Не надо рабский детский труд нанимать. Вы ставите нейросети, и у вас все работает. Так, на этом у нас все.